Сегодня разберем удивительную задачу. И вы сейчас сами сможете в этом убедиться. Итак, по условию точку О внутри прямоугольника ABCD соединили с серединами его сторон. Найдите площадь четырехугольника на рисунке, если площади трех других четырехугольников равны 20, 65 и 67 квадратным сантиметрам. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Оказывается, что для решения подобных задач вообще не важно, в каком месте внутри прямоугольника находится точка О. То есть, где бы эта точка ни находилась, мы всегда сможем найти площадь любого четырехугольника, если нам будут известны площади остальных трех четырехугольников. Вот давайте попробуем подвигать точку О. Что происходит? Кто уже заметил? Обратите внимание на сумму площадей зеленого и красного четырехугольников. 49 плюс 83 получаем 132, 88 плюс 44 также получаем 132, 71 плюс 61 132, 68 плюс 64 132 и в первоначальном виде по условию задачи 65 плюс 67 также дает нам 132. Как мы видим, эта сумма площадей зеленого и красного четырехугольников не меняется. Логично также предположить, что не меняется также и сумма двух других четырехугольников, желтого и синего. Мало того, оказывается, что эти суммы площадей будут равны друг другу. То есть каждая отдельно взятая сумма двух любых, если так можно выразиться, противоположных четырехугольников, будет равна половине площади всего прямоугольника. И сейчас мы попробуем это доказать. Но вначале отдельно найдем площадь нужного нам синего четырехугольника. Для этого соединим все вершины прямоугольника ABCD с точкой О. Тогда в треугольнике DOC медиана OG делит его на два равновеликих треугольника. Или по-другому на два треугольника равной площади. То есть если мы площадь одной половины обозначим, например, через А, то тогда площадь другой половины также будет равна А. Аналогично в треугольнике COB медиана OF делит его на два равновеликих треугольника. Поэтому каждую из половинок площадей можно обозначить, например, через B. То же самое в треугольнике АОВ. Если площадь одной половинки мы обозначим через С, то площадь другой половины также будет равна С. И также обозначим половины площадей треугольника АОД, например, через D. Тогда площадь синего четырехугольника, которую нам нужно найти, будет равна А плюс Б. Далее заметим, что по условию площадь красного четырехугольника равна 67. То есть сумма А плюс Д должна быть равна 67. Площадь зеленого четырехугольника по условию равна 65. А это значит С плюс Б будет равно 65. И также по условию нам дана площадь желтого четырехугольника, которая в нашем случае равна D плюс С. А это значит D плюс С равно 20. Для нахождения суммы А плюс Б удобно будет для начала сложить первые два уравнения. В результате получаем А плюс D плюс С плюс Б равно 67 плюс 65. То есть получаем 132. Учитывая, что D плюс С из третьего уравнения равно 20, находим нужную нам сумму. Переносим число 20 в правую часть со знаком минус. Получаем 132 минус 20. То есть получаем 112. То есть площадь нужного нам синего четырехугольника оказалась равна 112 квадратным сантиметрам. Теперь давайте докажем общую формулу. То есть докажем, что сумма площадей любой пары противоположных четырехугольников равна половине площади всего прямоугольника. Для этого заметим, что площадь всего прямоугольника А, Б, С, Д состоит из двух площадей А плюс двух площадей В плюс двух С и плюс двух Д. Делим обе части на два и получаем, что половина площади прямоугольника А, Б, С, Д как раз и будет равна А плюс В плюс С и плюс Д. Но сумма любой пары противоположных четырехугольников, например, давайте начнем с пары зеленого и красного. То есть площадь зеленого плюс площадь красного равна В плюс С плюс А плюс Д. То есть мы как раз и получаем А плюс В плюс С плюс Д. И той же самой сумме будет равна сумма площадей синего и желтого четырехугольников. И как мы выяснили, эта сумма будет равна половине площади прямоугольника А, Б, С, Д. Пишем ответ. Площадь синего четырехугольника на рисунке равна 112 квадратным сантиметрам. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Продолжение следует...